Привет, друзья, с очередной пятницей вас! Сегодня я хотела бы ответить на вопрос, который был мне задан на прошлой неделе. И вопрос звучал так, можно ли продать дом с невыплаченной ипотекой и можно ли передать невыплаченную ипотеку покупателю? То есть делать как бы assumption, да, на английском называется. Меня зовут Нара, я риэлтор в Северной Вирджинии. Перевожу на человеческий язык все перипетии недвижимости и помогаю вам понимать лучше то, что вы делаете, когда вам нужно купать, покупать и продавать дом. Давайте поговорим о том, вообще что происходит, когда вы продаете свой дом. Если у вас ипотека выплаченная или не выплаченная, вообще что, что вообще происходит, чтобы вы понимали вообще, можно ли продать дом с невыплаченной ипотекой. Отвечу сразу, конечно можно. Но большинство же людей, у которых ипотека не выплачена, они же не сидят по 30 лет в своем доме и не пытаются, как бы не в состоянии продать свой дом. Они конечно продают средняя длительность проживания на одном месте в Америке, это 7 лет. Вообще в среднем люди каждые 7 лет снимаются как бы с места и переезжают так или иначе в другой штат или в одном штате или как по каким-то своим причинам. Поэтому в большинстве случаев, если есть ипотека, то она, как правило, не выплачена при продаже. И как раз сюда вступает компания, которая занимается оформлением сделки, на английском это называется title company. И вот в Вирджинии они занимаются, и непосредственно одна из вещей, одной из вещей, которую они делают, это то, что они проверяют цепь владения домом, то есть вы как продавец, они проверяют, что вы что-то там не сделали неправильно, когда вы покупали, то есть они проверяют на чистоту владения домом и они также за вас будут расплачиваться с вашей ипотекой, чтобы было, то есть как бы не вы выписываете чек по итогу, а именно компания-оформитель, потому что таким образом избегаются какие-то ошибки, какие-то непонятные вещи, которые люди могут пропустить, а тут профессионалы занимаются непосредственно тем, чем они постоянно каждый день занимаются. И когда уже ясен день закрытия сделки, называется settlement day, закрытия сделки, то на этот день пересчитывается ваш pay-off statement с вашей компанией-лендером, тайтл-компания, компания-оформитель связывается с вашим банком и говорит, вот такого-то числа закрывается сделка, ваш клиент продает дом и и ваш банк считает все процентные начисления, все-все-все, что вы должны банку на тот день и вот эту сумму компания-оформитель будет выплачивать после того, как вы закроете эту сделку и она получит деньги от покупателя за ваш дом. Если, допустим, давайте сделаем пример с цифрами. Допустим, у вас ипотека на 300 тысяч, а дом вы продаете, скажем, за 500 тысяч. Компания-оформитель, тайтл-компания связывается с вашим банком. Ваш банк сообщает, что да, на момент 15 августа, например, у вас ипотека, чтобы расплатиться полностью со всеми вашими делами по ипотеке, вы должны заплатить там 310 тысяч. Почему не 300, а 310? Потому что есть многие вещи, то есть компания пересчитывает именно процент, то есть если вы платите mortgage, вы платите каждый месяц, а тут 15 августа, например, да, то есть они в эти 15 дней они обязательно должны включить туда, потому что банк никогда не останется без, они лучше лишнее с вас возьмут, чем они останутся с недосчитанной копейкой. Так вот, вот этот pay-off statement присылается в компанию-оформитель и по прошествии вашего сеттлмента 15 августа вы все подписываете документы, покупатель получает ключ от вашего дома, вы уже не имеете доступ в ваш дом, покупатель не получит ключ от вашего дома до тех пор, пока все деньги не будут на счету компании-оформителя, то есть тут они тоже за этим следят. И вот в тот же день, буквально в тот же или на следующий день записывается сделка в кортхаузе, то есть там, где непосредственно регистрируется ваша сделка, и все счета выплачиваются, в том числе выплачивается счет за вашу ипотеку с вашим банком. Таким образом, и кстати, ваша же компания-оформитель следит за тем, чтобы ваш банк снял с вашего дома вот это вот обязательство по ипотеке, потому что она будет полностью уже выплачена, и ваш дом будет вообще не связан никак с вашей ипотекой, потому что вы ее уже выплатили. Так вот, из этих 500 тысяч, за которые вы продаете дом, 310 или, ну как мы с вами в примере говорим, да, 310 вычитается, вычитаются определенные какие-то ваши обязательства агенту или какие-то еще обязательства у вас могут быть, и оставшаяся сумма перечисляется вам на счет. То есть, когда вы продаетесь не выплаченной ипотекой, в первую очередь выплачивается эта ипотека, выплачиваются все остальные обязательства по продаже этого дома, и остальная сумма выдается вам. Имейте в виду, что если вы получили прибыль от продажи дома, составляющей больше, чем 250 тысяч на человека или 500 тысяч на пару муж-жена, все, что выше этих сумм, вы будете платить налоги. Это налог на прибыль. Но что случается довольно-таки редко. Поэтому, но это при условии, что вы жили в этом доме 2 из последних 5 лет. Но это уже как бы такие детали. Если вас интересуют налогообложения, что-то я могу вам подсказать, но, конечно же, надо обращаться к специалистам именно по налогам. У меня есть просто шикарный бухгалтер, если что, обращайтесь, дам информацию. Вот, ну это вот по поводу того, как расплачиваются с ипотекой при продаже вашего дома. Теперь вопрос был о том, можно ли передать невыплаченную ипотеку покупателю. Очень редко, но есть такие случаи, это, как правило, VA loan. VA loan это кредит, который, ипотека, которая в свое время дается ветеранам или active duty, да, те, кто в армии там служит, военным. VA loan это такой бенефит, который государство дает военным за то, что они служат. И вот этот VA loan, он бывает assumable, называется assumable mortgage. Где вообще преимущество иметь assumable mortgage и передавать его вашему покупателю? Если вот сейчас, например, было бы, конечно, замечательно делать assumable loan, потому что процентная ставка очень низкая, и в то время, когда вы будете продавать дом, наверняка ставка будет выше. И если вы берете сейчас, то лучше, наверное, посмотреть на именно возможность получения assumable loan, чтобы, когда вы продаете через 5, 10, 15 лет, ставка будет гораздо выше, и вот этот assumable loan, это будет вам как бы большим плюсом, потому что тогда покупатель сможет взять ваш loan на себя, и на оставшуюся сумму он может, допустим, брать свой кредит, да, но у него будет ваш loan с вашим очень низким процентом. Это нужно, опять-таки, обсуждать с лендерами. Я не финансист, я не консультирую по ипотекам, именно по типам ипотек. Я просто вам говорю, что да, есть такой вариант. Они происходят очень редко, я очень редко и вижу в своей практике такие вещи. Но даже если вы передаете этот assumable loan вашему покупателю, этот покупатель должен пройти через тот же процесс получения ипотеки. То есть даже если вы передаете ваш loan кому-то, этот кто-то должен доказать, что он может, что он платежеспособен. То есть если даже это родственник или это кто-то член семьи, они все равно должны лендеру показать, что они платежеспособны, чтобы получить подтверждение, что да, мы вам даем добро на этот assumable loan. Еще раз повторюсь, это для, в основном, то, что я вижу, это были вот эти ипотеки для военных. Conventional и FHA я assumable еще не видела ни разу. Но опять-таки вопрос к лендерам. Еще раз скажу, что у меня шикарная есть loan officer, которая говорит на русском, она просто замечательная девочка. И если есть вопросы, если вы хотите проконсультироваться, дайте мне знать, я вам с удовольствием поделюсь ее информацией. Вот, ну на этом все. Я так думаю, что я ответила на эти вопросы. Если нет, еще раз, пожалуйста, прокомментируйте с деталями, если что-то вам непонятно. И на этом я закруглюсь. Хороших вам выходных и до следующей пятницы. Пока.